Всем привет! С вами вновь Антон Логвинов. Прошла на самом деле уже Е3, но у меня были неожиданные гости. Но мы, конечно, не могли с ним не поговорить. На выставке времени не нашлось, ни у меня, ни у них. Зато встретились в Лос-Анджелесской подворотне. Это наши старые добрые ветераны, в общем-то, сталкеровской мануфактуры Олег Яворский и Руслан Диденко, которых, в общем-то, те, кто смотрел видеоманию, да, знают уже не первый год. Ребята на Е3 представили свой новый проект Fear the Wolves. Это у нас батл роял в вселенной похожей, близкой по духу к сталкеру, с аномалиями радиации и в Чернобыле. Но со своими оригинальными идеями. И вот я видел в прошлом году, как ребята бегали по издателям, предлагали свои идеи. И вот, наконец-то, срослось. Focus Interactive их взял. А Focus Interactive, я вот говорю, ребята прям хорошо отсматривают интересные идеи. И если на их майнап посмотреть, то там вот такие, может быть, не супер-трипл-А, да, но всегда что-то интересное. И вот очень хочется надеяться, что таким вот интересным будет Fear the Wolves. В чем прикол? Очередной батл роял. Сколько можно? Очередной, да не очередной. По сути, Fear the Wolves это наш ответ жанру. Ну, мы решили внести свою лепту в тренд, что ли. И используя тот опыт, который у нас был еще со Сталкером, потом с Сурвариумом, мы хотим все лучшие, так сказать, фишки перенять. В чем прикол? Хардкор, реализм. Сейчас все, что популярное, оно более такое аркадное, мультяшное и так далее. То есть мы хотим сделать шаг в другую сторону, где есть. Тебе не кажется, что в этом есть некая последовательность и, ну, типа, причина-результат? Пусть, но мы против течения. Ну, в общем. У нас реалистичное оружие, физика, у нас погодные эффекты, меняющееся время суток, которое... Все это влияет на игровой процесс. У нас радиация, от которой мы должны убегать. Аномалии. У нас есть монстры, то, чего нет в других сейчас, в Battle Royale. У нас есть еще там разные другие интересные идеи, которые должны... А, то есть у вас такая вот зона в понятии Сталкера, получается, да? У нас зона онлайн, да, все это, ну, как бы, Чернобыль. То есть аномалии вот так, примерно такие же, как они были в Сталкере, нет? Ну, они чуть другие, но они похожи, да. Изначально идея, с которой мы вот относились по издателям, как ты сказал, это было привлечь аудиторию, которая смотрит игры к игровому процессу. То есть, чтобы там люди, которые смотрят на Твиче, на Миксере, они не просто смотрели, они могли как-то влиять, изменять игровые правила. И вокруг этой концепции мы вот построили, ну, как бы, всю изначальную делу. Изначально было заложено очень много всего. То есть, вплоть до того, что там подарить понравившемуся игроку вторую жизнь. Но в процессе вот общения мы реально побоялись, что это может очень сильно фрустрировать игроков, и решили вот в ранний доступ выходить с таким безопасным, что ли, набором, да, то есть взаимодействие, которое не может разрушить игровой процесс, которое не влияет на баланс. То есть сейчас это зрители могут влиять на погоду, выбирать, какая следующая будет погода на карте. И с каждой погодой, ну, связаны определенные гейплейные эффекты. Можно напустить туману и очень сильно ухудшить видимость. Можно дождь вызвать, и это влияет на шаманы. Можно проголосать за дождь, и это влияет на то, как машины ездят, насколько быстро ты устаешь, насколько точно оружие стреляет. Сильный ветер, понятное дело, тоже сбивает прицел. Это одна часть. Вторая часть, зрители могут лайкать понравившуюся им игроков, и это влияет на так называемый звездный рейтинг. Чем больше у тебя лайков, тем больше ты звезда, да, более зрелищно играешь. Есть специальный ладер, да, для самых звездных игроков. И, ну, таким вот образом. То есть ладер у вас не на хилах, а на лайках? Два. То есть есть скилл рейтинг, есть стар рейтинг. Каждому свое, как говорится. То есть желание должны как-нибудь изворачиваться. Избирательно подходить, да. И вот с этим мы вышли, но как бы всегда есть риск, да, что вот как бы привлекать зрителей никто до этого не пробовал. Это опасная штука, поэтому все-таки совместно с издателем мы решили, хорошо, давайте сделаем так, чтобы даже без зрителей это была игра вот чем-то интересной, чем-то самобытной. И вот в качестве, наверное, таких отличающихся идей, да, это вот несомненно волки, как третья сторона, которая влияет полностью на механику. ПВЕ, по сути, да, которые тоже нужно учитывать. Вы, надеюсь, понимаете, что эта идея будет работать только если дать возможность пакостить игрокам. Тогда все будут прям вот так, сжав кулачки, как бы. Абсолютно, да, ну, как бы, опять же, у нас мысли, да, как зрители могут пакостить очень много, но будет фрустрация, то есть, как бы, игроки начнут как бы жаловаться, что я вот проиграл не потому, что я рак, да, а потому что волков мне подкинули. Мы с этим обязательно хотим поэкспериментировать, но осторожно. Но что у нас есть сейчас? Добавили новый механизм в конце матча, эвакуацию. То есть сейчас есть два способа победить. Во-первых, перестрелять всех игроков. Во-вторых, дождаться вертолета и быть первым, кто до него добежит и сумеет успешно эвакуироваться. И вот мы сейчас эту идею обкатываем на альфа-тесте. Полностью поменял вот эндгейм процесс, то есть он вместо крысления по углам превратился в такой, ну, хороший, динамичный шутер, где каждый игрок использует вот все, что у него есть, все, что он накопил, ну, чтобы не проиграть, по сути. Экспериментируем механики сужения зон. То есть у нас необычный круг. Завязали это все на радиацию. То есть игровая карта разбита на сектора. У каждого сектора постепенно нарастает заражение. Сначала это такие случайные аномалии, в которые, ну, по ошибке можно вляпаться, но, в принципе, если игрок играет осторожно, он их будет замечать и обходить. На следующем уровне наступает вот такая глобальная аномалия адреналин, которая работает очень просто. Если ты стоишь на месте, она наносит урон. Если ты движешься, она, ну, меньше наносит урона. И, соответственно, мы таким образом вынуждаем игроков быстро перемещаться. Ну, многие случайно попадают в аномалию обычную, потому что уже, ну, как бы это просто сложнее. И это все, как бы, не идеальный круг, оно по секторам заражается, и такое вот какоморфное пятно сдвигает игроков друг к другу, и очень сложно предсказать, где это закончится. Плюс это все, как бы, не мгновенная смерть, в отличие от круга в других батл-роялях, потому что, ну, это радиация, ты можешь найти противогаз, который даст тебе защиту, то есть ты дольше сможешь выживать в этом всем. И, ну, это все увеличивает количество тактических возможностей, которые есть у игроков. Слушай, ну, звучит прикольно. Это за вами, ребята. Радиация наступает. Звучит прикольно. Я знаю, что тебе уже пора на самолет бежать. Давайте-то закругляться. Лично я с интересом смотрю и болею за ребят. Я хочу, чтобы они, в общем, выстрелили хотя бы на свою какую-то нишу хардкорщиков. Ну и, конечно, безумно жду ваш вариант S.T.A.L.K.E.R. 2. Мы тоже. Но за нами не заржавеет. Не болей. Спасибо, что за нас переживаешь. Всем зрителям тоже спасибо за поддержку. Следите за игрой. Следующий ролик будет геймплейный, потому что много кто заметил, что тот трейлер, который пока вышел, он такой постановочный где-то. А дальше будет геймплейный, так что следите за новостями. Лепите лайки. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает. В общем-то, не только словом, но и рублем. Благодаря вам мы не только по триплеем бегаем, мы охватываем всю выставку. Ну, на самом деле, с ребятами я бы и так, и так сделал. Слишком многое нас связывает. Пишите в комментах, что думаете, как вам игра, как вам концепция. Ну, игры еще не видели толком. Да, как... Да. Скоро... Ранний доступ. Скорость, да. Ну вот. Пробуйте, когда будет ранний доступ. Ну и увидимся в следующих сюжетах через несколько секунд, если нажмете на другой ролик. Счастливо. Пока. Счастливо.